здравствуйте уважаемые слушатели вебинара сегодня у нас продолжение знакомства с erp 2.5 тема замена материалов на аналоге в производстве замена как известно выполняется документом разрешение на замену материалов с версии 2.5 он позволяет устанавливать замены на набора материалов на набор аналогов кроме этого документ задает область действия разрешения и устанавливает приоритеты применения разрешений непосредственно замена на аналоге выполняется в производственных документах это производство и версии 2.5 заказ материалов производства замена может выполняться автоматически или вручную через новое рабочее место ну которая немножко скрыта от пользователя мы все покажем замена применение аналогов имеет некоторые правила аналог доступен если он на складе лежит не как не обособленный остаток то есть не обособлен под какое-то назначение аналоги могут заменять как материалы так и полуфабрикаты при замене полуфабрикатов если выполняется автоматическая замена при создании этапов то это производство фабрикаты тоже корректируется сторону уменьшения после замены на аналог он резервируется на складе с вариантом обеспечения резервировать на складе работы не заменяются на аналоги значит включение функционала всем наверное известно есть такой флажок использовать аналоги материалов включаем функционал и сегодня воспользуемся простеньким примером производства вот буквально совсем простенькой шкатулки которая для которой заготовка изготавливается по спецификации процессе и для крепления крышки используется петля 2 петли с 8 саморезами то есть короткие петли соответствующие 8 саморезов для каждой из этих вот позиций у нас есть разрешение разрешение задается как мы сказали документ разрешения на замену материалов первое разрешение у нас набор на набор то есть у нас как раз позиции указаны в спецификации петли короткие оригинал и саморез оригинал 2 и 8 штук заменяются на другой набор петли длинный аналог и саморез короткий аналог 1 10 это разрешение утверждено и действует область действия этого разрешения на замену конкретная спецификация если создать еще такое же разрешение с таким же набором заменяемых материалов и установить другую область действия например направление там подразделения или же просто убрать все флажки на все предприятие то приоритет будет у того разрешения у кого у которой более более узкая область действия самое приоритетное будет вот такое разрешение ну и так далее с уменьшением приоритета второе разрешение на замену материалов это для нашего тоже на шкатулку область действия и заменяется наш полуфабрикат который изготавливается в процессе может быть заменен на покупную заготовку мдф один к одному тоже разрешение утверждено есть еще одно разрешение на замену она в статусе у нас создана здесь конкретная петля оригинал короткая заменяется на конкретную короткую петлю аналог один в один то есть не набор на набор один в один теперь перейдем к производству конкретной конкретно к заменам вот у нас есть заказ на производство простенькие шкатулка изготавливается по спецификации заказ производства проведен и мы можем перейти в рабочее место управления очередью заказов и сформировать этапы но прежде посмотрим что у нас есть на остатках склада перейдем к отчету остатки доступность товаров наши кладовой нас интересует вот заготовка которая может заменять заготовку оригинал нас интересует длинные петли со своими вот саморезами которые могут заменять короткие они тоже в достаточном количестве есть у нас еще аналог короткой петли а вот оригиналов коротких петель и к ним саморезов нет вообще но вот что-то поэтому оригиналу коротких петель 5 штук сейчас мы расшифруем посмотрим что это есть да это и заказ поставщику который приедет 25 августа 5 штук то есть в пути у нас 5 штук петель коротких оригинал вот что у нас есть на складе что мы можем ожидать дальше мы формируем этапы производства по нашему заказу здесь мы для первого варианта примерим такое резервируем все что есть на складе все наши материалы все что едет у нас заказах в пути мы не трогаем не резервируем если чего-то на складе не хватает то заменяем на аналоги вот нажмем кнопочку смотрит сформировать этапы сформированы переходим диспетчер этапов смотрим наш этап сборки шкатулки что она тут нам сделал мы видим что заготовка бук у нас 10 штук производится до 5 штук заготовок которые изготавливаются в процессе заменены на аналоги и зарезервированы на складе раз такое произошло то понятно этих заготовок нужно изготовить меньше на 5 штук значит посмотрим в предыдущий этап и мы тут увидим что да действительно она посчитала правильно то есть не 10 штук уменьшила соответственно с количеством в следующем этапе то есть все сделано сделала правило правильно то есть этап производства полуфабриката уменьшен в сторону уменьшения изменял стороны уменьшения что у нас осталось у нас осталось вот эти два материала тоже как-то заменить вот эти значки с левой стороны означает что к ним есть разрешение они включаются выключаются вот вот этим пунктом показать аналоги вот а кнопочкой подобрать аналоги мы можем перейти вот как раз в это рабочее место подбора аналогов либо сразу же заменить на аналоги вот по этой опции заменить аналогами ну давайте вручную рабочее место перейдем ну вот она нам говорит что конкретно для самореза у нас нету аналога у нас а вот в паре в паре вот я выделил оба для петли для самореза она нам если мы опять попробуем подобрать нам скажет что да в этом случае у нас на такую-то дату есть возможность есть у нас разрешение причем она говорит сколько вариантов разрешения и если остатки или нет остатков по кнопочке перейти к подбору аналогов мы переходим к подбору аналогов здесь мы видим конкретно доступное количество аналогов вот мы петлю короткую со своим саморезом заменяем заменяем на петли длинную со своим саморезом вот оно разрешение можем здесь провалиться и нажимая на этот синие на эту синюю стрелочку она сразу заполняет две строчки ровно столько сколько нужно то есть у нас все 20 штук будет будут заменены вот на 10 длинных петель соответственно со своими саморезами по кнопочки подтвердить подбор подбор мы подтверждаем выполняем замену и мы видим что все у нас очень красиво легло то есть все петли короткие саморезами заменились на петли длинные со своими саморезами заготовка мдф тоже 5 штук заменилась ну вот все что требовалось все получилось красиво так теперь это мы посмотрели теперь сделаем второй вариант для этого этапы у этого заказа уберем пометим на удаление создадим новые этапы но прежде чем создавать новые этапы давайте включим включим разрешение на замену на замену которая у нас отдельно для петли значит вот такое разрешение одна петля оригинал короткая на короткую один в один заменяется устанавливаем утверждено действует в целом на предприятии и попробуем попробуем заново создать этапы но тут откажемся от автоматического значит автоматической замены на аналоги просто зарезервируем все что есть на складе и все что у нас едет в пути ну давайте вот так сформировать этапы сформированы здесь мы увидели что то что в пути у нас зарезервировано 5 штук заготовка и все остальное у нас не зарезервировалось если мы попробуем создать аналог для заготовки давайте посмотрим и подберем аналоги вручную да она говорит что можно 5 штук есть мы это уже знаем вот она заменила 5 штук полуфабрикатов на 5 аналогов но при этом изменение в сборке заготовки не произошло то есть тут так и осталось 10 штук это надо править вручную ну вот то что мы говорили ранее этого мы сейчас делать не будем поэтому строчку удалим возвращаем 10 что можно здесь сделать дальше вот у нас петля с саморезом попробуем для них подобрать аналоги но здесь система говорит что для петли у нас два варианта мы включили еще один давайте перейдем подбору аналогов и тут она говорит что да у нас два разрешения одно разрешение на набор и одно разрешение на конкретно на конкретную петлю ну тут можно по разному конечно зависимости от конкретной ситуации поступать ну давайте сейчас все попробуем заменить почему тут она заменила 7 то есть у нас по этому разрешению четное количество только заменяется на четное количество поэтому она здесь здесь заменила только 14 оригиналов на 7 длинных петель с этим будет 15 подтверждаем отбор и выполняем замену вот что у нас произошло как мы видим чем больше у нас разрешение на материал в разных наборах тем больше конечно возможностей для замены но тем больше путаницы и вот принимать решение пользователю наверное в такой ситуации будет сложнее так этот документ мы покидаем переходим к следующему документу который называется заказ материалов производства используемый для формирования потребностей в цеховых кладовых он у нас такой вот здесь такое же рабочее место вот такие же вот пункты подобрать аналоги мы видели что у заготовки у нас был аналог но здесь он почему-то не показывается почему потому что то разрешение было только на спецификацию спецификацию у нас тут нету поэтому здесь мы видим только одно одно возможность замены на аналог по разрешению по разрешению давайте посмотрим какому разрешению вот по разрешению 1 в 1 вот поэтому разрешение здесь наверное углубляться не надо принципе все так же как и в этапе производства закрываем заказ материалов производства и отметим что в заказе поставщику тоже есть такой функционал но он выглядит несколько иначе вот у нас петли короткие и вот по кнопке заполнить есть такая такой пункт проверить подобрать аналоги вызывается такое же окно вот и здесь можно выполнить замену то есть не погружаемся глубоко просто показываем